так давно собирался снять видео о том как я своего мишку пою грибным отваром мишка это моя машина на которой я езжу добывать грибы вот кстати этот нарисован очень красивый фомитопсис пеникола это гриб называется вот он трудовик окаймленный очень целебный гриб вот только надо собирать его в глуби леса сейчас нахожусь в Сестрорецке рядом с родником набрал вот родниковой воды залил ее в термос и сейчас буду поить свою машину покажу вам заодно тут чага очень красиво растет вот один экземпляр вот другой тоже как вы знаете очень целебный гриб но здесь его собирать нельзя поскольку вот дорога подъезжающая к роднику и машина проезжает мимо и чага эти газы впитывает поэтому чаг заказывать вот у меня насколько я собираю в карелии на валдае вот в глуби лесов на этой машине как раз забираюсь и это него travel и вот сейчас я буду поить ее родниковой водичкой открываем ее место где мы будем почему буду поить то что видите в баке охлаждающая жидкость у нас что закончилась вода вот но это него travel она у меня примерно год за этот год вот я взял и вообще новый сразу скажу к официальным дилерам не сразу ни разу не ездил вообще вот забрал ее и убежал от них сразу помню что это развод и буквально вчера вот жалко не заснял видео смотрю стоит такая же него travel как у меня и вот задняя ось просто вывалилась на дорогу вместе с колесом это она простояла пять месяцев сервисе и и в таком и в таком виде и человека отдали не доремонтирована поэтому все эти сервисы это официальные дилеры это развод говорю вот я взобрал за 65 тысяч менял только масло колодки это там осталось еще когда менял можно еще было ездить масло каждые 8-10 тысяч километров и вот сейчас на 60 50 тысяч у него у всех не в тревши не в шевролет вот там вот датчик сейчас где-то подлезть то не ну не вон он датчик вот а вот он датчик охлаждающей жидкости начинает поздно включаться на красной зоне вентилятор вот я уже купил ну либо сервис собираешься либо сам эту трубу сниму до выкручила вкручу новое сейчас приходится включать вот такая лайфхак если поздно не витревал включается вентилятор ну в красной зоне это у них болезнь многих то надо вот тут значит у кого кондей есть просто на врубить кондей вот такая ежена включена в кондей уже заказал датчик буду менять так вот сейчас я буду ее поить водичкой выскать человек совсем сошел с ума какая водичка в бачок охлаждающей жидкости вот чуть-чуть пролил вот ровно надо опять же у меня пришлось а дела бачок этот поменял ни в коем случае не переливать ровно вот по эту рисочку льем посередину потому что иначе у меня один бачок вот вот там начал воздух выпускать причем а видео посмотрел пробовал срезать кусок пластмассы пластмассы покапать запаять все это ерунда все равно пропускала короче купил бачок поменял это бачок охлаждающей жидкости так вот почему лью воду в нее ну понятно дело что не зимой но вот на летний период хотя бы потому что вот я взял приехал хорошему мастеру для ну через сколько там на 20-30 тысячах начал уже местах стыков шлангов везде где вот тут вот вот тут вот подтекать антифриз 2 хомутаж стоит вот даже два хомута поставили везде все перетянули все равно вот так вот собрано что подтекает этот антифриз а что значит подтекает это значит что все равно он что все вот здесь вот капает антифриз потихонечку из всех этих шлангов и все это попадает в салон и мы этим дышим и поэтому я лучше у меня эта система поменьше походе да я хоть здоровый буду ездить в летнее время весеннее осеннее а перед зимой а ну понятно уже приходится заливать вот потому что сыт эта система все равно потихонечку поэтому вот пою своего мишку водой ну и горю 65 тысяч пробега вот все что я поменял в этой машине колодки масло ни разу не был у дилера и сам поменял бачок охлаждающей жидкости вот масло тоже там сам защита скидывается снизу элементарно масло меняется фильтр прикручивается руками можно даже без ключа масляного а так машина отличная как бы я счастлив по лесам ездить в краснодар вне ездил из питера великолепная машина а вот как в салонах разводит это вообще отдельная песня сниму отдельное видео когда ее берешь банк обещал мне я учить информатики скидку 20 процентов как по госпрограмме а реально банк себе это забирает все на свои вымышленные услуги там помощь на дорогах там габ какой-то что типа в случае удара по каске стоимость машины сохранится и и все эти 20 там на 200 тысяч доп услуг ненужных отдельное видео сниму расскажу как разводят как банки забирают все себе эти типа субсидии для многодетных семей которые выделяются налады просто это все один сплошной развод итак друзья всего вам доброго до свидания